Быстрей, 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 быстрей! Несмотря ни на что! Шнурок развязался, фиг с ним! Ай! Жесть! Да, стараемся пониже садиться, не ленитесь! Знаете, это как будто бы и вам говорили себе! Наленитесь, Каня, давай, давай! Всем доброе утро! Сегодня закончилась шестая тренировка, получается, из 12, то есть ровно половину марафона вот этого ножки с обложки я прошла. Мне очень нравится, я прям очень сильно рекомендую, ребята, это не реклама, ну какая реклама, блин, эти джимы так все знают, многие знают. Просто это реально работает, ну как бы мне даже нравится заниматься, настолько я не люблю спорт, честно, я не люблю кардио, я не люблю нагрузки, я ленивая, я очень ленивый человек в этом плане по своей сути, просто я себя перевоспитала и перевоспитываю, всё время борюсь с собой, со своей ленью, потому что я хочу видеть нормальный результат в зеркале, и так я всегда недовольна, но мне всегда хочется быть лучше. Тем более, когда я начала заниматься танцами, открытые костюмы и всё такое, хочется, ну, выглядеть прилично, прилично. Поэтому очень сильно рекомендую вам попробовать этот марафон ножки с обложки. Ну что, я прям стою, у меня сейчас ноги как камень, и крепатура всегда, ну как бы ощущается работа, и ты когда что-то делаешь, ты ощущаешь, что работает, какая мышца, если работаешь вдумчиво, то есть, что бы вы там ни проходили, как бы вы ни занимались, если вы не думаете о том, что работает в вашем теле сейчас, то, конечно же, никакого результата не будет. Понятно, что такие нагрузки нужно, как бы, сочетать с правильным суперпитанием, там, для суперклассного результата, с косметическими процедурами, но я сейчас особо их не делаю, потому что у меня есть валик, и мне этого вполне достаточно, я считаю, что валик отлично заменяет все эти антицеллюлитные массажи и обёртывания, потому что он работает, он прям, ну, валик это круто. Ну, а питание тут, конечно, так. Так, с питанием вроде всё нормально, но я себе реально позволяю сладкое. Ну, вот, я пока ещё как-то с этим сладким. Немного, конечно, вот, но бывает. Вот я готовила пончики, когда, вчера, да, вчера я готовила пончики, я выкладывала рецепт в ТикТок, рецепт есть в Инстаграм. Сюда не выкладывала, не снимала, потому что я так долго это всё украшала, я так засрала всю кухню, простите за выражение, мне было не до этого. Как-то ещё на телефон всё это умудрилась снять. И, значит, их получилось 12. И Лёша, который такой строгий, со всем своим сахаром, съел вчера вечером 3, сегодня утром 2. Короче, они ему настолько понравились, вот, видимо, что он их ест. Плюс он сейчас, типа, в сотый раз бросает курить свою вот эту дребедень, глоу вот это вот. И у него прям вообще, говорит, у него ломка, ему прям тяжело, и, может быть, из-за этого он ещё сорвался, вчера сладкого наелся. Тоже думаю, вот такая ерунда, типа, не так вредно, как курение, но всё равно вызывает зависимость. Всё равно это всё гадость, и лучше от этого отказываться, конечно. Вот. Особенно вот эти вонючие электронные сигареты. Это вообще ужас. Они так воняют. Но у меня люди поймут, у которых там... Которые сами их курят или близкие. Мне кажется, те, которые сами курят, так не ощущают этот запах, как те люди, которые не курят и находятся рядом. Это невозможно просто вытерпеть. Сегодня четверг. Сегодня у меня в планах глажка и пропылесосить, потому что я должна была сделать это вчера. Но из-за того, что я так долго возилась с пончиками, у меня потом началась тренировка по танцам, я решила всё бросить, короче, не доделать. И плюс сегодня я еду на маникюр и пятикюр. Наконец-то записала свою студию, в которую всегда ходила. Что-то как-то затянула с этим моментом. Буду делать красоту. На завтрак я себе позволю пончик. Почему нет? Я вчера не ела, я сдержалась. Я только один укусила, который был без украшения, чтобы просто понять, как они на вкус, чтобы людям не давать рецепт, не попробовав, как оно на вкус. Ну вот, а сейчас поду съем красивый шоколадный. У нас была полная тарелка. Вот видите, да, что осталось? Один шоколадный мне на завтрак, один, который без глазури. А коробочка, это у меня от Моти, которую я заказывала. Я взяла эту коробочку и положила сюда оставшиеся пончики. Возможно, мы сегодня с Лёшей вечером выйдем на прогулку. Было бы очень хорошо. Вот, я бы взяла эти пончики. Меня спрашивали, чем я их украшала. Это всё абсолютно, кроме вот этого пончика, это шоколад. Шоколад, который я топила в микроволновой печи со сливочным маслом и просто размазывала по пончику. Это не типичная глазурь, это просто шоколад. А здесь, да, глазурь, сахарная пудра, молоко и матча. Я думала, матча покрасит очень, но как бы не вышло такого эффекта, как я хотела. Ну, вообще, пончики сильно-сильно пахнут шоколадом, потому что шоколада это не пожалела вообще. У нас дома весь хлеб закончился. Какой кошмар! Хорошо, что есть рисовые хлебцы. Тут у меня творожный сыр, вот этот с зеленью красная рыба. Я так красиво, конечно, укладываю просто в кавычках. Ну и зелень. И два пончика вот эти вот, которые я пробовала вчера, надкусанный. Они у меня очень мягкие получились, потому что я держала их 20 минут. Я не передержала их в духовке, и поэтому они мягкие и воздушные. Плюс всегда я накрываю выпечку крышкой пластиковой, пленкой, тогда она вот дольше сохраняется свежей, мягкой, ароматной. Я в такой спешке собираюсь на маникюр-педикюр, капец. Я думаю, куча всяких дел было. Я пока покладила, пока убрала в этих шкафах. В общем, в шкафу вечно какой-то трэш происходит. Сколько не пытаюсь, я будем там поддерживать порядок, ничего не получается никогда. Придумалась я, короче, какой-то омлет быстрый на обед. Тут у меня сыр, помидор, короче, все, что пооставалось, все сюда запихнула. Вот параллельно сушу волосы, и наконец-то вышло солнце. Полдня было очень сильно пасмурно, а мне показывают по прогнозу, что с обеда солнце. Мне как-то не верится. Думаю, настолько сильно затянуто небо было. Пожалуйста, вышло солнце, теперь можно как бы радовать солнышку. А у меня еще, походу, висит где-то 10 видео смонтировать по работе. Там Леша с папой 10, по-моему. Вообще не из ниоткуда взялись. Леша мне их накопил. А у меня нет времени все это делать, потому что у меня реально в соцсети сейчас так много... Все время уходят на соцсети. Ютуб, Инстаграм один, Инстаграм второй. И там до рекламы заказывают еще что-то. И мне реально очень много времени уходит на эту интернет-жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но как бы это мой заработок, это мое дело. Ну просто что еще параллельно появляются всякие такие вот дела, которые не дают всем этим нормально, спокойно заниматься. В общем, все. Я быстренько обедаю и поехали на маникюр. На улице весна такая. Прям птички поют. Вообще замечательно. Так, этому человеку явно нужен наш прицеп. Я сегодня так спешила и понимаю, что не хочу уйти с челкой. Она меня раздражает, когда она висит. Я ее постоянно заправляю за уши, но из-за того, что я иду, дует ветер, она постоянно как бы из-за ушей вылазит. А если ее постоянно носить вот так за ухом, то она как бы принимает форму вот такой вот дуги. И, короче, ты ходишь вот так вот с таким завитком идиотским. Меня это сильно раздражает. И я вспомнила про эту прическу. Просто две тонкие косички у лица, две пряди такие. Она и в Пинтересте этой прической, и в ТикТок, и в Инстаграм уже везде просто. Как хорошо, что я про нее вспомнила. Я быстро запила эти две косички. Ну, немножко, конечно, челка вылазит, но это так, это совершенно не страшно. В любом случае, это удобно. То есть волосы не мешаются у лица, и меня не бесит. Позже начали продавать маленькие пасточки, такие мягкие. Обожаю магазины паски, потому что они очень, очень мягкие. Ну, у них, наверное, что-то там добавлено в состав, да? И почти так упакованы, они долго хранятся. Ну, блин, какие вкусные. Еще вкусные эти панетоники. Я к цему вообще, я обожаю все такое. Вообще, я пришла сюда за хлебом, если поднялась с ними сухарями, ничего интересного. Помните, я вам говорила, что мавразия открывается у нас? Так вот, пожалуйста. Они очень быстро открылись. Они быстро построились, быстро открылись. Уже здесь уже этаж и очень вкусно пахнет. Короче, мавразия, я вообще советую посетить, потому что здесь реально очень прикольные блюда. И я так насмотрела, думаю, я уже тоже хочу, но я пока, я пока потерплю. Вот. Я подумала, я буду себе что-нибудь выпить куплю, потому что я купила свой любимый батончик. Сейчас покажу вам, готовь. Так, купила себе в кофе-арт какао без сахара. Они прям ввели эту позицию в меню какао без сахара. И он такой, как такой густенький горячий шоколад, такой хороший, натуральный, прям вкус обалденный. И здесь сахар, наверное, бы превратил этот напиток не в такой изысканный, изысканный, если можно так сказать. Он вот с изюминкой. Мне это очень нравится. Присела тут на лавочку. Потому что такое солнце, честно, пришла та пора, когда не хочется вообще заходить домой. Не сли где-то там шатаешься. Вот этот мой самый любимый батончик. Я его не раз вам показывала. Фруктовый хлеб. Вот он называется. 20 гривен такой стоит. Как бы не супер дешевый, удовольствие. Ну, здесь действительно такой достаточно хороший состав. Веснит сахара. Здесь много витамин. И он сытный достаточно. То есть, как перекус, это прям отличный вариант. А, ну да, по поводу ногтей. Я сделала розовый френч, такой прям малиновый френч. Очень красиво сделали мне. Так, фух, показалось скол какой-то. У меня аж чуть сердце не остановилось. Это пушинка. Знаете, как только сделаешь маникюр, где-то что-то видишь, это прям страх. Очень красиво. Мне очень нравится и форма, и цвет. Ну, вообще-то на любителя цветной френч, но я люблю. Помните, да, я в прошлом году делала желтый королевский маникюр. Но случилась небольшая беда с педикюром. Короче, я тоже хотела делать генлак. В итоге мы, я снимаю носки и смотрю, что у меня один ноготь просто, грубо говоря, не пришел. Короче, видимо, где-то я или ударилась, или на танцах, что-то, или где-то, потому что я постоянно бьюсь пальцами, постоянно вот это разминал стопы, подъемы, и ногти постоянно все прикасаются. Это так травмоопасно достаточно. Короче, ногти я потеряла полностью. И, соответственно, нечего красить, и я так решила, что лучше просто привести ноги в порядок, так чисто педикюр обычный, без какого-либо покрытия, так что я недолго там сидела, слава богу. Я как-то даже рада, знаете, и недолго сидела, и денег, типа, сэкономила, и ногти отдохнут. Но, с другой стороны, я люблю, когда гель-лак на ногтях, на ногах, потому что, ну, выглядит красивее, дольше держится, и все такое. Ну, я думаю, конкурсы прошли. В зал мы сейчас пока особо не ходим, поэтому это как бы не сильно нужно было. Но сам факт, что я этого просто не ожидала. Я тут вот снимаю, тут такое безобразие. Мы с девочкой так посмеялись, с мастером. Ну, думаю, ну, что теперь дело. В общем, так хорошо сидеть, правда, хорошо сидеть. Я смотрю, так много людей на улице уже, прям дети смеются, играют. Это сейчас начнется топора, когда ты что-то там уже в квартире дома делаешь вечером, а на улице все еще смеются дети. Они еще будут играть до посинения просто. И тут у нас, кстати, я вот смотрю, нарциссы растут. И сейчас, конечно, везде продают. Ну, можно просто ими полюбоваться вот так. А, кстати, сегодня же день земли. Вот, день земли. Очень влажная почва. Видно, сегодня кто-то ухаживал за своим садиком. Вот такой садик, это, наверное, следующая стадия. Я же выращиваю у себя там всякую траву. Потом дойдет до такого, а потом, может быть, и да, сейчас себе куплю. На самом деле, если ничего не выращу, у меня ничего серьезного не получится. Мне кажется, я просто могу забросить это дело, и все. Потому что я такой человек, что я хочу видеть результат. Я должна его видеть. Но я думаю, что я его увижу, я же стараюсь. Наверное, на этой веселой ноте буду прощаться, друзья, потому что мне сегодня нужно идти еще готовить ужин очередной. Вот. И так тут хорошо сидится. Ну, в общем, увидимся с вами очень скоро. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Приходите в Инстаграм, смотрите рецепт пончиков, кто... Ну, кто не заметил. Я там выложила и в пост, и даже в ТикТок выложила. Короче, этот рецепт есть в тех соцсетях. Ищите там, присылайте фотки. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok